Я всё равно старалась как-то поддержать мужчин. И придумывала им, ну, например, вам, в вашем лице, конкурс на лучший анекдот. Анекдоты были, потом анекдоты, баландёры, когда носили, они разносили это, или на записочках так спускали, так мы с Сержиком Параджановым переписывались, хотя он сидел в другом корпусе, поэтому записочки кто-то брал и придавал. Так, лучший анекдот. Анекдоты были для курящих. Для курящих это неприлично. Для некурящих и политических. Ну, первый, кто брал первое место, получал от нас, от женской команды, уже от бытовиков женских я там это организовала, подарки. Или мы что-то, какую-то еду им посылали, или вот здесь у меня даже лежит, я совершенно бездарно в шитье. Но всё-таки я сделала кисет в виде клоуна. И пожалела его отправить, потому что это... А девочки посылали им кисеты или носовые платочки. Вот. Потом я вам рассказать, сейчас или нет, какой-нибудь анекдот приличный. Приличный анекдот, это был для некурящих. Вот, например, такой взял первое место. Целые пучки приходили. Там мужских камер шесть было. А наша камера одна, где я была. И вот мы всё придумывали, как бы поддержать вас, чтобы вы не били морду друг другу, чтобы не плакали об оставленных детях, а что у некоторых детей-детей, правда, в Грузии помогли бы соседи. Тем это за... Ну вот, для, значит, курящих такое. Мой соотечественник, значит, сидит еврей в парке культуры и удит рыбу, подходит к нему милиционер. Вот плакат за курение, за ужение рыбы в ручье штраф. Ну, сперва он спрашивает, и сколько? Вот пять рублей. Что ему отвечают евреи, как вы думаете? А кто вам сказал, что я ужу рыбу? А может быть, я улучшу своего червяка плавать? Вот такой анекдот. Первое место для курящих. Вот, был. Очень хороший, но, к сожалению, даже девочкам не могу рассказать, неприличный для не курящих. Роскошный анекдот, но его нельзя рассказывать не только в мужском присутствии. Но хохотали мы над ним долго-долго. А политический такой взял первое место. Тоже вам расскажу. Политический такой. Вот умер Сталин и, конечно, попал в рай. Молочные реки, кисельные берега, там поют на арфах ангелочки. День-два в результате ему надоело. Нет, потом надоело. А он смотрит, видит за колючей проволокой вдали ад. И видит, там ходят очаровательные чертовочки, покачивают бедрышками, делает манящие всякие знаки. В общем, те, кто ходят там еще, черти пьют коньяк и все это. Он подумал, подумал и идет в канцелярию рая и говорит, я прошу отправить меня в ад. Не хочу быть у вас в раю. Ему говорят, ну, ад, вы же понимаете, это ад. Мы вас по блату оставили здесь. Нет, хочу в ад. Ну, они ставят печать, туда пропускают, через проходную туда выбрасывают. И вот тут же на вилы и сажают в печь. Он говорит, да что вы делаете? Он говорит, так это же ад. Ну, вот что же, а вот чертовочки, вот коня. Дурак, это агитпункт. Вот такой анекдот взял первое место по этим. Вот так мы жили в тюрьме. Что вы хотите?